Безобразное образование. В селе Журавлевка Теврисского района местные чиновники приняли общеобразовательную школу к новому учебному году с грубыми нарушениями. Отчитались о ее готовности, но, к примеру, заменить разбитые окна забыли, а перед 1 сентября уволили директора, молодого парня, кандидата биологических наук, который, продав в Омске все свое имущество, переехал в деревню. Говорят, он разоблачил коррупционную схему. Наш репортаж. Год назад молодой ученый, доцент педагогического университета Александр Сорокин, осуществил свою мечту – переехал из города в деревню. Малокомплектная школа стала ему вторым домом. Иногда ночевал в ней, признается он. Администрация района не дала ему ни жилья, ни дров, ни денег на ремонт школы. В итоге один из местных жителей отдал приехавшей семье свое жилище, а 60 тысяч рублей – собственных средств. Новый директор пустил на ремонт образовательного учреждения. По белке школы, потому что она стала серой, страшненькой, то есть ремонт швов непосредственно, подвалы полностью потеплились, засыпали. Разбил парк, сквер, который на сегодняшний день зарастает. То есть было его состояние, то есть с мазерства полностью лес. С мазерства было непосредственно выпилено, космокранировано. Вы сами все делали? Сам, помогали люди, непосредственно приходили родители, помогали. Под себя делал, признается ученый, хотел здесь остаться надолго, несмотря на постоянную задержку зарплаты. В школе пять учителей, но по тарификации вакансии были заместителя директора и социального педагога. И вот когда из города приехал еще один специалист с высшим образованием и уже подбирал дом для переезда, директора уволили без объяснения причин. Местные жители подозревают, что эти должности были кем-то уже заняты. Кто-то не работая получал зарплату. В районной администрации получить комментарий по этому поводу нам не удалось. Камеру выключите, пожалуйста. Я не буду... Нет, мы на работе, спокойно, мы на работе. Покажите нам, пожалуйста. Я сначала узнал за это, кто... Нет, давайте вместе. А что узнавать-то? Вы же знаете, что прекрасно. Учитель русского языка и литературы Андрей Юшков уже перевез в Журавлевку свои вещи, но вынужден возвращаться в город. Здесь меня, оказывается, никто не ждал, когда я пришел в управление образованием. И мне просто объяснил руководитель, что меня здесь никто не ждал, я здесь никому не нужен. И предложил мне из этой деревни переехать на другую должность у преподавателя, в какую-то Екатериновку или в Усишим, например. Ну, на вопрос, где жить с ними жилье. То есть сюда приехал. Ну, примерно такой. А вопрос-ответ, ну, конечно, желание маленько пропало. Хотя место очень хорошее, но тут есть очень много подводных течений. Течение времени в этом крае позволяет проводить научные исследования. Теврийский район – один из центров палеонтологических изысканий. Мамонты, моралы, носороги, бизоны. Александр Сорокин планировал писать на эту тему докторскую диссертацию, но теперь вместе с беременной женой вынужден отправиться на другие поиски. Поиски новой работы. Здесь высоко длинированные почвы. Соответственно, очень высокая сохранность биологического материала, ну, скажем, костей, простым языком непосредственно. Здесь очень много мест именно массовой гибели. Там есть две теории, да, сказать, их образование. И сохранность материала гораздо лучше, качественнее, чем, скажем, в тех же южных районах Омской области. Поэтому, да, здесь у Соматевриевского района, конечно, есть преимущество, как и у других северных районов, скажем, у Сишимского. Правительство Омской области красиво призывает омичей переезжать в сельскую местность, обещая помощь и поддержку. Но вот случаи с уже экс-директором Журавлевской школы четко видно. Муниципальным районам, похоже, это не надо. На этот счет у них свой расчет. Деревень-то много, в каждую же не наедете. Здесь вы видели школу, вы видели озера, видели все, что край, видели, это красиво, все это можно развивать. Интерес был, только что с детьми разговаривали. Ну, а можно просто спокойно сидеть, ничего не делать. Между тем, уроки в этой школе проводятся словно на открытом воздухе. Часть окон разбита, еще несколько затянуты пленкой. Хозяина нет, говорят местные жители. Мы предпринимаем вторую попытку получить комментарий от чиновников, и она получилась более успешной. Вот только ответа на главный вопрос, как школа была допущена к первому сентября в таком, почти аварийном состоянии, так и не получили. Школа Журавлевская принята к первому сентября? Принята. А как вы ее приняли с разбитыми окнами? Вопрос. Я не могу ответить вам на этот вопрос. Где вы видели разбитые окна? В школе. Часть окон разбита, часть окон затянута пленкой. Алло. Я не могу вам ответить на этот вопрос. Зачем вы меня снимаете? Вообще-то я против съемок. Это лично каждого человека. Смотрите, пожалуйста. Спокойно. Мы выполняем закон о средствах массовой информации. Меня не трогайте, пожалуйста, руками. И вы меня тут не спрашивайте. Я могу не сдавать интервью. Это мое личное право появляться в публике. Вы чиновник, вы обязаны отвечать на наши вопросы перед людьми прежде всего. Я вам ответила по насчету. Человек уволен по собственному желанию. Желание разобраться в этом вопросе есть у всех жителей Журавлевки. Наш материал прокуратура Омской области может считать официальным запросом. Ученый-палеонтолог Александр Сорокин и педагог с высшим образованием Андрей Юшков так и не пригодились на Омском селе. Константин Ткачев, Григорий Бадьянов, Обком ТВ.